28 апреля в стенах Дома правительства Карачаева-Черкесии было запланировано проведение очередной сессии парламента республики. Но перед тем, как приступить к своим непосредственным обязанностям парламентарии, встретили с уважаемыми гостями, прибывшими в республику. Открывая встречу, глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов поблагодарил членов делегации Республики Абхазия, а также президента соседнего государства Рауля Хаджимба за визит. Он выразил уверенность в том, что эта встреча придаст новый импульс к плодотворному развитию дружественных отношений между двумя республиками. Сегодня Республика Абхазия независимая и суверенная государство является субъектом международного права и стратегическим партнером Российской Федерации. Мы внимательно следим за событиями в восходящей республике Абхазия и вместе с ее гражданами радуемся каждому успеху. Мы верим, что визит президента Республики Абхазия Рауля Джумбовича Карачаева-Черкесии придаст хороший импульс к нашим взаимоотношениям и на том, к новому содержанию, приняты регулярные документы по сотрудничеству. После приветственных слов к президенту Абхазии обратились депутаты парламента Карачаева-Черкесии, члены правительства и общественно-политические деятели. В ходе встречи была высказана заинтересованность сотрудничества в экономической, образовательной и культурной сферах. Выступавшие говорили о необходимости проведения совместных молодежных фестивалей, предложили организовать так называемый обмен студентами. Мы очень заинтересованы в расширении сотрудничества в образовательной сфере. И как вы смотрите на идею того, чтобы молодежь из республики Абхазия проходила обучение на площадке наших вузов? Также была подчеркнута возможность двустороннего сотрудничества в обеспечении летнего отдыха детей. Все предложения были одобрены президентом Абхазии. Он подчеркнул общность интересов в различных сферах деятельности. В Абхазии, как и в Карачаево-Черкесии, важными направлениями является туристическая сфера деятельности и аграрное направление. С этими направлениями мы активно должны работать. У нас непочатый край возможностей. Далее члены делегации возложили цветы к подножью памятников, установленных в честь видных общественно-политических деятелей Карачаева-Черкесии. В сопровождении Рашида Тимрезова гости отправились в Парк Победы. Глава Карачаева-Черкесии рассказал о наших славных земляках, о героях Великой Отечественной войны. Абхазийский район рад приветствовать президента Братской Республики Абхазия Рагулина Джонковича Хаджимба и главу Карачаевой Черкесской Республики Рашида Борисбеевича Тимрезова. Радушный прием гостям оказали и в ауле «Псыш». Делегация посетила национальный спортивно-культурный центр, построенный в ауле. Гостей, как и принято, на Кавказе встречали традиционными блюдами национальной кухни, песнями и танцами. Приглашенные осмотрели центр. Этот спортивный комплекс был введен в эксплуатацию в 2011 году. С появлением центра возможность заниматься спортом получили сотни ребят. Здесь проходят тренировки по таким видам спорта, как дзюдо, самбо, вольная борьба, бокс, тэквондо, волейбол и баскетбол. Далее членам делегации показали новый детский садик, строящийся в ауле. Это дошкольное учреждение площадью более 2000 квадратных метров, рассчитано на 200 мест. Глава Абазинского муниципального района Мухаджирниров отметил, что до настоящего времени в ауле не было своего дошкольного учреждения. А сколько людей проживает у вас в селе? В селе проживает 8,5 тысяч. Больше всего на сегодняшний день, да. Из них, если взять, значит, вот детей до 7-летнего возраста, а 700-34 лет. Почему вообще актуально, вот Рафид Борисович говорит, актуально стоит вопрос, значит, подошкольным образовательным учреждением. Значит, вот, имея такое население, в одном из самых больших республики, своего собственного детского сада не было. Благодаря всему тому, что, значит, мы сегодня видим, благодаря команде, благодаря лично Серафилу Борисовичу, это всё развитие идёт не только у нас в селе, но и по всей республике. Рауль Хаджимба подчеркнул, что республика значительно преобразилась с момента его последнего визита в Карачао-Черкесио. Действительно, перемены разительные. И в целом, я надеюсь, и у нас в республике, в взаимоотношениях как раз таки с вами, со всем Северным Кавказом будут возможности изменить положение дела в самой нашей стране. Мы государство небольшое, но активно пытаемся менять ситуацию. И с помощью всех наших друзей и братьев. После осмотра национально-спортивного культурного центра Рауль Хаджимба и Рашид Тимрезов возложили венки к братской могиле участников Великой Отечественной войны, расположенной на территории средней школы Аула Псыж. На следующий день делегация Республики Абхазия во главе с президентом встретилась с членами общественной организации «Союз абхазских добровольцев Карачао-Черкесии». Во время Отечественной войны Абхазии более 150 добровольцев из нашей республики отправились на защиту братского народа. 13 из них сложили свои головы за независимость от сны. Еще 29 получили ранения о различной степени тяжести. Рауль Хаджимба отметил, что братские и дружеские отношения между Абхазией и Карачао-Черкесией проверены и испытаны временем. Он поблагодарил присутствовавших на встрече добровольцев за то, что в сложные для Абхазии времена они не остались в стороне. Многих из вас я знаю, мы прошли войну 92-93 годов. Кто-то не вернулся с полей сражений, но память об этих ребятах должна оставаться и передаваться из поколения в поколение, чтобы не повторилось то, что было один раз в нынешних годах, в нынешнем времени в Абхазии. В ходе встречи присутствовавшие почтили память ушедших из жизни боевых товарищей в минутой молчания. Затем состоялась церемония награждения. Президент Абхазии вручил ордена и медали за отвагу и мужество воинам-добровольцам из Карачао-Черкесии. Посмертные награды были присвоены нашим землякам Станиславу Дереву, Аслану Лиеву, Баширу Эгба и Валерию Танья. Медали были вручены их родственникам. От имени добровольцев главу Карачао-Черкесии за организацию этой встречи и оказанное внимание поблагодарил наш уважаемый земляк Мухаммед Килба. В былые годы он командовал батальоном добровольцев, а на сегодняшний день является секретарем Совета безопасности Республики Абхазия. Я хочу подчеркнуть, что за прошедшие воли подстилят после окончания войны именно вручение государственных наград, оно происходило в различных местах и в различных формах, к великому сожалению. Сегодня благодаря вам, в первую очередь руководству Карачао-Черкесии, люди, которые заслужили боевые награды, получают именно в здании правительства Карачао-Черкесии Республики. Тем самым подчеркивается значимость роли этих людей в войне 1992-1993 года. Пользуясь случаем, участники встреч задали интересующие вопросы президенту Абхазии и главе Карачао-Черкесии. В частности, прозвучал вопрос о строительстве транспортной магистрали, которая связала бы Абхазию и Россию. Мы, чтобы сейчас не говорить о каких-то сроках, что это будет завтра или послезавтра, мы договорились вернуться к тому, с чего это все стартовало. Была рабочая группа, было поручение президента о том, чтобы создать такую рабочую группу, в том числе и на уровне федерального округа. И мы эту работу сейчас реанимируем с учетом сегодняшних уже реалий. Я думаю, что когда мы будем готовы, в том числе и по каким-то определенным проектным наработкам, мы уже более детально сможем ответить. Одно могу точно сказать, по крайней мере от себя, но и в принципе мы еще раз говорили много раз на эту тему. Такая заинтересованность и в Абхазии, и в России она есть. Я на встрече с руководством России ставил этот вопрос, и я, откровенно говоря, получил поддержку. Нет отрицания возможности проведения этих работ, но есть одно но. То, о чем говорил глава республики Рашид Белезбилич. Это вопросы, связанные с нашими возможностями. Я надеюсь на то, что вот то, что мы сегодня организовываем, мы работаем. Могу сказать это открыто. Встречаемся с людьми, заинтересованными в этом вопросе не только из числа тех, кто живет и работает в России. Мы встречались и с представителями иностранных государств, которые готовы включиться в эти процессы. Этот процесс не быстрый, но он нужен и нужен нам всем. Один из вопросов касался предания официального статуса воинам-добровольцам, участвовавшим в Отечественной войне Абхазии. Во время войны нас добровольцев кримовали как могли. Мы были и бандитами из конфедерации, и сепаратистами. Все, что нужно было, плохое, говорили в нашей статусе. Ситуация измерилась. Сейчас мы видим, как наши встречи проходят. Но тем не менее добровольцы остались, наверное, на том же уровне. Нет официального признания. Лично у меня и у подавляющего большинства нормальных людей вы для них герои. Там кто как кого называл бандитами, пусть на их совести это и остается. Я обязательно это изучу и готов потом прокомментировать, как это, согласно нашего законодательства, переговорим мы с нашими депутатами парламента, и оттуда я вам смогу ответить. Кроме того, президент Республики Абхазия обещал оказать содействие добровольцам из Карачева-Черкесии в выплате социальных пенсий. А также он отметил необходимость создания в Абхазии реабилитационного центра для инвалидов войны. Всех тех шагов, которые необходимо было сделать по отношению к ребятам-инвалидам, не сделано. Но мы будем делать и создадим условия для того, чтобы ребята почувствовали бы заботу и власти, и людей, которые обязаны были давно это сделать. Будут такие возможности. Мы, помните, с вами говорили о тех процессах, которые были связаны даже с гражданством. Зачастую многие из наших чиновников стали подзабывать о том, что Владислав Григорьевич принял когда-то решение после войны о том, что все добровольцы являются гражданами Республики Абхазия. Добровольцы предложили главам республик провести совместные культурные и спортивные мероприятия, в том числе организовать турниры в память о своих погибших товарищах. Чем больше наши дети, наша молодежь будет видеться, встречаться, проводить встречи на вот этих мероприятиях, а не объединяться за счет поля брани, к сожалению, это имело уже место. Давайте вот именно в этом направлении и развивать свои отношения. Я вообще предлагаю изучить, есть ли вообще мемориальные доски в тех населенных пунктах или в тех школах, где они учились, откуда они вышли. Я думаю, что в рамках патриотического воспитания молодежи это надо обязательно сделать, чтобы там какую школу они закончили, ребята, чтобы там была обязательно мемориальная доска. В эти дни вспоминали и первого президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба. 29 апреля в Республиканском драматическом театре состоялся вечер, посвященный 70-летию со дня его рождения. Выступавшие отмечали, что Владислав Ардзинба является одной из ярчайших личностей в многовековой истории Абхазии. Результатом его деятельности и самоотверженной борьбы стала свобода и независимость республики. В свою очередь глава Карачева-Черкесия объявил, что принял решение о присвоении имени первого президента Абхазии новой школе, которая строится в Абазинском районе. А Тима Куршева, Миха Кракелян, Андрей Дорошенко. Итоги недели.